Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна Кудрявцева, и я шопоголик. Ну, наверное, так надо начать. В сегодняшнем видео мы с вами будем говорить о моих покупках, что я купила за последние полгода. Потому что прошла зима, были скидки, я, конечно же, что-то себе приобретала теплое. Сейчас мы сидим на карантине, тоже идут скидки, я что-то приобретаю. Плюс еще у меня было две поездки за это время. В Москву мы ездили с семьей, и ездили мы в Дубай. Ходили на шопинг, соответственно, и отдыхали на море, и там тоже что-то я себе прикупила. И вот сегодня я вам все это расскажу, покажу. Будет это видео состоять из нескольких частей, потому что достаточно много покупок, и чтобы это было более интересно, я разобью их по категориям. Вверх, вниз, аксессуары, обувь и так далее. Ну что, начнем? И сегодня я вам расскажу о том, что я купила себе из верхушек наверх. Итак, начнем мы с топа. Первое, что я купила, топ себе, который я уже давно хотела. Увидела его в линейке люкс от Christian Dior. Здесь написано Christian Dior у какого-то блогера белоснежного цвета. Он мне так запомнился, и я, конечно, искала себе что-нибудь более доступное. И вышла коллаборация Roberto Cavalli с Love Republic. Я посмотрела на сайте коллекцию, сходила, примерила топ. Вот так вот он выглядит. Черного цвета, золотые буквы. Сидит достаточно просто, но произошла тут небольшая заминка, так как у меня очень маленькая грудь. Вот здесь вот у меня топор швы. Ну и так как коллаборация прошла не только у этих двух замечательных брендов, я тоже приложила свое усилие и сделала небольшой защит. Вот здесь вот. И теперь у меня вот такой вот будет вырез С-образный. Не как у всех. Кстати, это я очень люблю. Я могу купить вещь трендовую, но что-то с ней вот сделать свое, добавить своего мышления дизайнерского. Как-нибудь ее переделать. Могу отрезать, могу пришить. Смотрю, что за мне захочется. Так вот, этот топ. Я его купила, конечно, по полной цене, потому что с размерами будет беда, поэтому я не стала ждать скидок. Вот. По поводу цен, что помню, то и буду говорить. По-моему, он стоил в районе 3000 рублей. Далее. Я купила себе две на замену. Две базовые футболки. Я их ношу. Они у меня постоянно в ходу. Ну, соответственно, белые там пятна появляются. Это магазин Lime. Стоят они 999 рублей, что одна, что другая. У них очень хорошее качество. Это хлопок, но он не простой. Он очень тяжелый, и он держит форму. Я купила на размер больше. Мне девушки в магазине советовали размер XS, но я взяла S-очку и прогадала. Если у вас стоит вопрос о том, что вам купить, в смысле какой размер купить, обязательно обращайте внимание в большую сторону размер, потому что больше, не меньше. Всегда можно ушить, отрезать, обрезать, как говорится, изменить и одеть под низ другую одежду. То есть и футболка, когда она свободнее, гораздо красивее, чем она вас облегает и вам нечестно. Ну, соответственно, точно такая же в черном цвете. Я меняю, наверное, раз в сезон футболки себе, добавляю что-то. То есть, если появляются пятна, я их не отстирываю, я даже не пойду. Так, далее, что я себе приобрела? Я нашла, наконец-таки, рубашку своей мечты. Она свободная, у нее разрез сбоку. Ну, конечно же, я ее уже одевала, но тут камешки. Она свободная, оверсайз. Рукава полной длины, сзади удлиненная, сидит свободно. Можно заправлять, она достаточно такая податливая. Джинсы можно заправлять, можно на распашку, можно под пояс. То есть, она очень универсальная и очень плотный хлопок, который я искала, чтобы после стирки она не превращалась в тряпочку для того, чтобы пыль вытирать, а чтобы держала форму. Это была прям моя была задача найти такую рубашку. Ну вот. И не поверите, я ее купила, как настоящая охотница. Я ее купила за 799 рублей в магазине Остин. Не мой магазин, но так как я шопоголик, я люблю ходить по магазинам. И постоянно смотрю все коллекции по интернету, в интернет-магазинах. Постоянно что-то где-то выискиваю. Я очень редко покупаю по полной цене вещи. Очень редко. То есть, в основном, вся моя гардеробная большая скидка. Все со скидкой. Поэтому замечательная рубашка, универсальная. Она нужна одна-единственная. Я не хожу в офис. Я не работаю там, где есть дресс-код. Я, как можно сказать, фрилансер. Поэтому мне не нужно одеваться строго. Поэтому таких рубашек не нужно много. Максимум второй цвет я бы добавила вот такой вот. Яркий. Но в таком же фасоне. Так, далее. Я приобрела вот такой вот жакет. В размере S. Нет, в размере M. Правильно, у меня был, стоял выбор. И мы с подружкой купили одинаковые жакеты. Это H&M. На размер больше. Это 38 размер. Жакет прямой. Без вытачек. Без выреза здесь. Карманы я не распарывала. Потому что я начинаю тогда туда складывать все. И получаюсь еще шире в бедрах. Потому что в карманах много всего лежит. Поэтому если мне очень нужно, конечно, я распарю. Но пока я держусь. Я обожаю карманы. Туда что-нибудь складывать. Поэтому пока так. Он очень приятный к телу. Соответственно, это расцветка как гусиная лапка называется. Прекрасный, классический. Можно сказать, базовый жакет подо все. И в нем, кстати, очень тепло. Я могу под него одеть даже худи с капюшоном. То есть универсальная вещь. Я его искала давно. Этот вид. И каждый год выходит. Но я не успеваю покупать. Потому что кончаются размеры. Соответственно, здесь мы просто успели. Поймали. Юбку я не поймала. К нему шла. Юбка тоже шикарная. Я бы, конечно, костюмом бы не одевала. Одевала бы отдельно. Но юбочка там была хорошего фасона. Но не успела. Не было моего размера. Так, далее. Я приобрела костюм. Точнее, я приобрела сначала свитер. Свитер я купила по скидке. За, наверное, тысячу рублей мне обошелся этот свитер. Я его купила в Норвегии. Я его обожаю. Он такой пушистый весь. Он на два размера мне больше. Это H&M. Он широкий, свободный. Такой оверсайз. У него горло стоит. То, что мне очень нравится. Я рукавчик подкатываю, чтобы запястья были видны. И к нему шла юбка. Но юбка в тот момент, когда я приобретала этот свитер, была без скидки. Норвегия. Вот. Я думаю, нет. Без скидки не буду покупать. Потому что она стоила в районе трех тысяч. Как-то думаю, нет. Наверное, не мое. Вот. И прошло несколько месяцев. Я с подругой захожу в магазин. И там висит юбка. Моего размера. Одна, единственная. Со скидкой. Стоит она 900. О, нет. Стоила она, наверное, 1300 где-то. Вот так вот скидка была. И она говорит, ну так бери. У тебя есть свитер. Думаю, ой, денег нету. Как всегда. Их никогда не бывает. Денег нету. Думаю, не сейчас. Да и зачем. Костюм я носить не буду. Но молодец, что она меня уговорила. Конечно. Это шикарный костюм. Я его обожаю. Он очень круто смотрится с моими ботинками. Доктор Мартинс. Шикарный костюм. Я в нем с мужем катаюсь в машине. Иногда просто выхожу в парковку. Сажусь в машину. Мне даже не нужна верхняя одежда. Очень теплая. Я эту юбочку ношу вперед разрез. И назад. То есть я ее меняю. Как мне нравится. Очень яркий. Очень заметный костюм, конечно. Это все в моем стиле. Я думаю, что он прослужит недолго. На нем пока не появляются катышки. Он также прекрасно выглядит, как новенький. Поэтому я думаю, что это хорошая покупка. Надолго. И он яркий. Яркий. Заметный. Это для меня очень важно. Ну и закончу я свой обзор на домашние одежды. Это магазин H&M. Также в очередной раз я зашла посмотреть. Только посмотреть. И обнаружила со скидкой висела эта пижама. Тысячу рублей. По-моему, оригинальная ее цена 1700. Ну, я ее приобрела за тысячу рублей. Моего размера. Прекрасная. Прекрасная пижамка. В ней, конечно, можно и дома ходить по дому. Можно спать зимой. Тепленькая фланелевая. Прекрасная. Прекрасно стирается. Но минус. Будут очень карточки быстро появляться. Не знаю. Посмотрим. Я только недавно ее купила. Буквально до карантина. Одела, может, раза три. И уже смотрю, что появляются карточки. Прекрасный розовый цвет в полосочку. Рубашка. В стиле мужской рубашки. У меня, кстати, я когда ее одела, мне дети так и сказали, зачем ты папину рубашку одела. Но мне нравится. Она приятная к телу. Так, и последняя моя покупка для сна для дома. Это пижама из магазина Zara. Она пришла ко мне вчера. Полная стоимость ее была, допустим, вверх 2599. А брюки стоили 3000 рублей. Но вот это все вместе я купила за 2800 рублей со скидкой. Поэтому я его и взяла. По полной цене я бы его не купила. Во-первых, это очень яркий цвет. Во-вторых, вот. Ну, что осталось на скидках? Хотя, когда что-то остается на скидках, значит, не очень востребовано. Значит, надо брать. Потому что что? Ни у кого не будет. Это я тоже очень люблю. Вот. Поэтому пока он еще там есть, я уже буду щеголек берем. Видимо. Но очень хороший фасон брюк. Кармашки здесь есть. Завязочки. А вот кармашки. Завязочки. Достаточно легкий. Я его буду носить на отдыхе, на завтрак. Может быть, даже если одену туфельки, то пойду в нем и на ужин. Разное настроение бывает. Может быть, дома одену. Еще не знаю. Но он мне нравится. Из-за того, что он очень яркий. На сегодня это все. Встретимся с вами в следующем видео. Всем хорошего дня. Пока.